Не знаю, что будет видно, но надо мной случился пожар. Только я, значит, статейку очередную записал. А надо мной случился пожар. Вот так вот. Слышу, кто-то завозился на улицу, думал, пьяные какие. Выглядываю, стоят правые мужики в униформе пожарных. Самое погонящее, что квартира надо мной. А раз она надо мной, то сейчас идет, то меня могут залить. Вот так вот. Поганенько. Буанас Диас, комрады. Сегодня ночью в моем доме случился пожар. Вот о причинах этого пожара я хочу с вами поговорить, потому что это важная вещь сейчас. Ночью я вот ролик вам показал, начали услышать какой-то стук. Кто-то начал бегать, начал подумать, какие пьяные. Потом увидел пожарников. Вышел на лестничную площадку, немножко им помог затащить шланг. Потом меня просили покинуть помещение, ну, здание на всякий случай. И, естественно, там разобрались. На самом деле, сверхъестественного сложного ничего не случилось. Случилось все достаточно банально. Мужик в туалете промахнулся бучком. И вместо того, чтобы попасть в пепельницу, он попал в ведро, где была тряпка. Тряпка задымилась, поднялось большое, много копоти. Возгорания прямого, как тыкало, не было. Но почему так случилось? Оказалось, что мужчина этот, перед тем, как лечь спать, сходил покурить. Но не просто лечь спать, а он не мог уснуть двое суток по причине того, что у него болел зуб. Попасть к врачам два дня он не смог. Человек с зубной болью не смог попасть в врачу двое суток. И здесь вина-то не врача. У нас сейчас так называемое положение повышенной готовности, по крайней мере, в Ивановской области. И то, что врач не может принять в избежании заболевания коронавирусом, это причина понятная. Понятна только в том случае, если врач может заразиться. Если врачу не обеспечили должную безопасности для того, чтобы он мог принимать больных и не заразиться, и не заразить других. Тем не менее, по всей видимости, судя по тому, что человека не приняли, это обеспечить в должном образом у нас не смогли. Я сейчас не хочу обвинить врачей. Я хочу сказать о том, что сейчас система наша построена таким образом, что человек с зубной болью не смог попасть в врачу и исправить свою проблему. В результате это могло вылиться в большие проблемы. В смерти. О том, как от угарного газа, от дыма люди погибают, я знаю прекрасно. Много лет назад, по такой же причине примерно, у меня умерла мать. Вздохнул с угарными газами. О том, что могли представлять другие люди, помимо этого мужика, запросто. Вот вам следствие работы системы, в которой мы живем. И того, как нас защищают здоровье. На этом у меня все. Берегите своих близких, следите за огнем. Выключайте лишнее с электричеством. Всего доброго. Продолжение следует.